Проливной дождь в Шымкенте стал причиной выхода из берегов реки Кошкарата. Большая вода устремилась к жилым постройкам микроэна Самалтри. Десятки домов Шымкента в одночасье оказались в центре мощного потока. Сообщите местному Кимату, что здесь необходим песок для укрепления берегов реки. Мы их уже неоднократно предупреждали. Спасатели и коммунальщики к такому повороту были явно не готовы. Пока они решали, кто виноват и чем можно помочь, перекладывая ответственность друг на друга, под воду уходили и рушились хозпостройки. «Вы ведь можете здесь откачать воду? Почему вы этого не делаете?» «Мы с пяти утра начали звонить во все инстанции, но никто так и не приехал. Нам власти ещё в прошлый раз обещали, что здесь проложат дополнительный канал. Но про нас, как обычно, все забыли». Всю ночь шымкентцы были вынуждены самостоятельно противостоять стихии. Подмога пришла только к полудню. Прибывшие на место спасатели эвакуировали детей и стариков. А вот заниматься устранением затопов не стали. Чесники говорят, что за это отвечает компания ЛТД Турмейс. Последние, в свою очередь, сослались на бессилие. Молоней не успевает охватить весь тонущий город. «Весь город в воде. Мы не успеваем. Людей, спецтехники катастрофически не хватает. Сейчас у нас техника стоит по улице Мамушилы. Там занимаются откачкой воды». «Вы в прошлый раз нам обещали, что построите дополнительный канал для оттока воды. Но никто так и не пришёл к нам и никаких работ не провели. Но почему вы опять уходите от ответа? Это же безобразие». «Откачка воды в микрорайоне Самал-3 началась лишь после обеда. Под топливным микрорайоном подогнали спецтехнику и минимальное количество инертного материала. Мешков с песком едва охватила на перекрытие полутора метров берега реки». «П �яновь не на перекрытие полутора метров берега реки». «Долгамерго берега реки берега реки».